Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FunPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Нахожусь на альфа-версии дополнения The War Vizin и рассматриваю профессию инженерное дело. Глянем все специализации, глянем крафты различные и поговорим о концепте этой профессии. Само собой, старт, скачаем профессию до определенного навыка и все идет на утиле. Мы фармим утиль с мобов, обшариваем его и таким образом мы учимся базовым крафтам. Текстуры Дарнагала прекрасны. Я решил зайти в инженерную лавку и увидел тут такой прикол. Довольно-таки интересный. Карты хоть и нет на ру-клиенте, но находится это все, ну, тут. Получается, здесь учитель инженерного дела. Зайдем вовнутрь. Может быть, будут какие-то новые рецепты, потому что я просто не понимаю, как не вливая поинты, а под профессию выше 50. Окей, я могу влить какие-то поинты, но поначалу-то их будет не так много при старте дополнения, поэтому вопросик довольно-таки интересный. А как, собственно, дальше? Куда лучше пойти с целью того, чтобы побыстрее выкачать профу и куда вообще полезнее выйти в какую специализацию? Но для начала, конечно же, нужно все это рассмотреть. Инженерное дело в The War of Zin выглядит более таргетно. Если мы пойдем в какую-то определенную ветку, то мы прекрасно будем понимать, к чему именно мы получаем плюс мастерства. В Dragonflight такого не было. Нужно было вчитываться и понимать, к чему мы получаем плюс. Ко всем крафтам, только к гаджетам, только к бомбам, только к каким-то взрывчаточкам. Тут все расписано прям хорошо и превосходно. Брейсерс, гансы огнестрельные различные, да, снаряжение для профессий, очечки. То есть все прописано, все имеется, все в целом неплохо. Первая специализация — это снаряжение от инженера. Вторая специализация — это Devices, то есть различные устройства в виде бомб, в виде гаджетов. И третья вкладка — это изобретательство. Тут куча разных ответвлений. Тут имеются колеса, с помощью которых мы можем таргетировать статы на наших крафтах каких-либо. Тут имеется специализация на утиле. Также имеется и другая специализация, которая дает нам изобретательность для наших крафтов. Но обо всем по порядку. Изучаем специализацию снаряжения от инженера. Сразу же, конечно, вливаем 40 поинтов. И что мы получим? Мы получим мастерство для абсолютно всего. И также зубцы дадут нам плюсик аналогично ко всему. Окей, поехали. В тот момент, когда мы вливаем 40 поинтов, мы получаем новый крафт, а именно заряженный акиритом самофланш. Это основной инструмент инженера. Само собой, конечно, мы его крафтим, только нам нужно быть рядом с верстаком. А верстак находится где? Непонятно где. Окей, сейчас найду. После 40 поинтов идем в левую ветку и таким образом повысим мастерство для огнестрельного оружия и для наручей. Теперь можно взяться за конкретно огнестрел. В тот момент, когда мы только изучим эту подспециализацию, мы обучимся изготовлению предмета пив-пав. Впечатляющее огнестрельное оружие. Прекрасно. Раскачиваем полностью, само собой. Во время прокачки запястьей зубцы дают нам право втыкать различные штучки по типу выбор статов. И также эти запястья будут работать более стабильно. Различные модули можем ставить. В целом все так же, как и было в Dragonflight. Правая ветка дает нам поинты для крафта очечков, а также для снаряжения, которые мы используем в профессиях. Окей, раскачиваем. Раскачиваем полностью очечки. Googles на 30 поинтов. И вливаем абсолютно все 30 поинтов в снаряжение для профессии. Таким образом, ки-либо самофланжи для себя можно делать намного круче. Удочка по-любому там есть какая-нибудь инженерная. Сейчас мы глянем, какое снаряжение могут крафт-инженеры. Шапка для горного дела. Еще предмет для горного дела. Далее, для ювелирного дела. Щипцы, зажимы. Удочка, конечно, куда же без нее. Дальше, вещица для инженерного дела. То есть, сам для себя может инженер сделать. Или другу своему. И также имеются ножницы для партнерного дела. То есть, точно такие же крафты, как и было во время Dragonflight. Что можно интересно увидеть, то, что в целом крафтится почти гарант. В тот момент, когда мы используем тир-3 реагенты. Стоит учитывать, что у меня еще даже не все инструменты, которые разгоняют навык, а также профессия не полностью вкачана. То есть, крафты стали легче. Это не может не радовать. Следующая вкладка, которую мы изучим, это девайсы. Различные штучки, которые нам просто-напросто немного помогают. Это гаджеты и бомбы. Зубцы, которые тут имеются на центральном кругу, дадут нам дополнительные поинты, какую-нибудь там находчивость по-любому, еще какие-нибудь разные штучки в виде перепроизводства. То есть, ветка, которую мы, наверное, будем качать в самую последнюю очередь. Но, окей, в рамках этого видосика она будет второй. Let's go, поехали ее прокачивать. 40 поинтов качали, новых крафтов не получили. Окей, идем влево. Слева у нас лутаются бомбочки. Мы крафтим бомбы более лучше. Выливаем 30 поинтов. 30 поинтов влиты, и мы получили крафт ящик бомб. Подобный был в Dragonflight. Нам нужно было прокачать короткий фитиль до 30 поинтов. И он назывался подозрительно тикающий ящик. Тоже раз в день крафтим, можем получить различные бомбочки. Но суть в том, что тут утиля нужно целую сотку. Вопрос в том, как он будет фармиться. Ясное дело, он падает с мобов. Я это уже видел. Но вопрос в каком количестве. Вот что самое главное. По-любому инженерам придется аннигилировать мобов с целью того, чтобы прокачать свою профессию. Но как-то хочется разумно тратить весь этот утиль. При крафте получил 11 бомб. Зелье бомбы силы, которая повышает основной стат на 30 секунд. И взяли бомбы восстановления, которая тоже имеет интересный эффект. Пановые бомбы. Довольно-таки интересные. Окей. КДшка ровно 24 часа. Для изучения третьей специализации мне нужно профессию апнуть до 75. Поэтому вынужден крафтить огнестрелы. Как-то не очень весело получается по инженерному делу касательно прокачки. В теории тут должно быть какое-то нереальное изучение рецептов. Потому что с целью того, чтобы изучить наручи, например, я должен делать разумно организованные идеи. Что это такое? Вопрос хороший. Я не вижу тут такого крафта. Его просто не имеется. Если мы собираемся использовать гаджеты и крафтить их, то, конечно же, мы полностью выкачиваем эту ветку. Пластовый зубец довольно-таки интересный. Позволяет нам меньше ошибаться при использовании гаджетов. Гаджеты становятся более стабильными. Вот мы и подобрались к третьей специализации инженерного дела. Изобретательство. И первый зубец. Теперь вы получаете третий чертеж на выбор при обдумывании тщательно организованных идей. А для того, чтобы изучить запястья, мне как раз-таки нужны какие-то идеи разумно организованные. Что-то запутанно и непонятно. Идем в правую ветку. Утилизатор. Теперь вы иногда находите потерянные инженерные игрушки с драконьих островов, применяя способность сортировка утиля. Можно подумать то, что это какая-то опечатка. Я и сам так подумал в первый момент. Но если глянуть самый крайний зубец, самый последний, то получается так, что они просто-напросто были модифицированы и взяты с драконьих островов. Немножко, так сказать, обыграли свою повторность. Браво, компания Blizzard! Молодцы! Просто гениально! Окей, я изучу полностью всю эту тридцатку. И что сделаю? Поделаю сортировку утиля. Выбираем утиль. И перебрать все. Посмотрим, что выпадет. Выпало немножко бумажек, листовок. Требуется собрать их тридцать, для того, чтобы получить какой-то рецепт. И этот рецепт, возможно, обучит нас кому-то крафту. Также пролутаны некоторые гаджеты, которые мы уже видели в Dragonflight. То есть, ничего нового. Просто что-то поменяли местами, что-то чуточку иначе назвали, ввели новые разветвления талантов, и вот, держите. Новая профессия в новом дополнении. Пока делается сортировка утиля и добываются бумажки, рассмотрим следующие таланты. Слева, как я правильно понимаю, мы раскачиваем свою изобретательность. Изобретательность экономит нам новый ресурс под названием концентрация. С некоторым шансом, когда мы ее тратим, изобретательность может нам вернуть эту концентрацию, какую-то долю. А конкретно зубцы. Вы понимаете, что в ваших интересах делать заметки, когда прототипы дают сбой. Ага, и таким образом мы можем получить бумажки. Скорее всего, типа дополнительный фарм. Окей. Накидаем 30 знаний. Глянем еще и другие зубцы. Применяя способность изобретения, вы получаете эффект хитрости изобретателя, который повышает показатели перепроизводства, находчивости и изобретательности на 12 часов. У кузнечного дела тоже имеется баф в виде огонька. Там мы его юзаем сами. Мы можем накрафтить кучу этих огоньков, держать их с собой, юзать тогда, когда нам захочется. Изобретение это кдшка долгая у инженеров. Три дня целых. Тратится 75 утиля. Мы получаем какой-либо новый крафт. И на 12 часов мы получаем этот баф. То есть аптайм получается 1 к 6. Угу. Кдшка никак не сократилась. Но может быть нужно было сначала зубцы прокачать, а потом крафтить. Да, абсолютно верно. Сокращает время восстановления способности изобретения на 50% и повышает скорость расчистки и обшаривания на 50%. А ну-ка. Нужно значит запустить крафт по новой. По-моему, ничего не поменялось. Касательно скорости. Окей. При изучении под специализацией parts мы обучаемся способности обшаривания запчастей. Угу. Раскачиваем само собой на full и будем все тыкать, будем все проверять и смотреть, что мы будем вылутывать. Обшаривание запчастей. Превосходно. Вы обшариваете 5 запчастей в поисках утиля, которые можно использовать. То есть, если у нас есть какие-то ненужные реагенты, мы можем их проюзать. Это примерно то же самое, как в алхимии. Мы что там делаем? Разбираем поушины на синюю субстанцию. Не помню, как она называется. Ну, то есть, теперь это есть и в инженерном деле. И таким образом мы получаем утиль. Угу. Окей, хорошо. Следующие 10 поинтов дадут нам крафт зубчатого колеса. Каждая привязана к своей характеристике. И зубцы здесь дают немножко процент находчивости и немножко мастерства. Это те самые зубчатые колеса, которые вставляются в запястье, в шапку, с целью того, чтобы таргетировать какой-либо стат. То есть, чистая искусность, чистая скорость. Такие вот зубчатые колеса. Сейчас покажу. Вот на крит, например. То есть, мы вставляем, и эта вещица будет давать только крит. Вся суть инженерных крафтов, именно запястья, шапки, заключается в том, что там находится одна характеристика. Для кого-то это довольно-таки приятно. Крафте нужны ювелирные камни. Хоть где-то они потребуются в хорошем количестве. По 8 штук. И тут тоже 8 сапфиров. Пока я прокачивал таланты различные, зачитывал их, было получено 30 бумажек, даже чуточку больше. Я думаю, самое время объединить их, и мы точно получим какой-то рецепт. Вы перечитываете записи, изучаете новый инженерный чертеж по своему выбору. Выбор расширяется по мере развития вашей инженерной специализации. То есть в теории можно изучить только те специализации, которые нам нужны, куда мы хотим получить новые крафты. И сидеть, закликивать эти бумажки. Фармить утиль, разбирать утиль, фармить бумажки, объединять бумажки, вылутывать рецепты. Но мне сейчас вообще-то куча может предложить. Угу. Очень интересно. Обучает чертежу для изготовления жужжащих напульсников. Это кольчужные наручья. Висмутово сокровище шахтера. Аксессуара, горного дела, низкого качества. Нет, нам не надо. Высокого качества. Ножницы. Изучим наручья. Это как раскопка в Харстоуне. Один из трех. Интересная механика довольно-таки. Реально, то есть по-хорошему нужно качать только то, что нам нужно, и сидеть, закликивать эти бумажки. То есть когда мы раскачаем фулл специализации, получить нужный рецепт будет тяжелее. Ральнуть один к сорока или ральнуть один к пяти. Один к пяти, конечно, проще с целью получения нужного рецепта. Короче. Вердикт по инженерному делу. Получаем утиль. Разбираем утиль. Крутим утиль. Лутаем рецепты. Копаемся в этом утиле. Во всех этих болтах, запчастях. Крутим, 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 крутим. Крафтим, рекрафтим. Получаем утиль. Опять его разбираем. Опять там разбираем всякие низкоранговые эти. Болтики, пружинки. И так все по кругу. И изучаем таким образом новые рецепты. Вот такой вот концепт инженерного дела получается в новом дополнении. The War Vizin. Весело. Ну да, неплохо встряхнули типа профессию. С целью того, чтобы людям было повеселее. Чтобы инженеры сидели и просто-напросто пармили мобов с целью получения утиля. Либо сидели, бесконечно крафтили свои приколы с целью того, чтобы вылутывать этот утиль на каких-либо крафтах. Как говорится, выбор за вами. Аннигилировать или крафтить. Выбор следующей профессии за вами. Дайте знать в комментариях о том, какую профессию мне рассмотреть дальше. Инженерное дело, может быть ювелирное. Пишите о крафтовых профессиях. Я посчитаю, почекаю и примусь за подробное изучение. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.